Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в прямом эфире Нить Ариадны. Программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99. Звонок по России бесплатный. Нам также можно написать на наш электронный или почтовый адрес. Ну и, наконец, вы можете всегда смотреть нашу программу и в интернете. На сайте первообразовательный или sgutv.ru в разделе прямой эфир. Итак, кому из нас незнакомо ощущение, когда при виде богатых витрин или когда заходишь в магазин и понимаешь, эх, вот были бы у меня деньги, купил бы все. Кому-то хватает силы и воли вовремя остановиться, ну а кому-то и нет. А потому последние скупают практически все, что привлекает их внимание. И что нужно, и что не нужно. Специалисты утверждают, что этим пристрастием страдают больше всего женщины. По статистике, 74% представительниц прекрасного пола думают о шопинге, то есть о покупках, каждую минуту своей жизни. Психологи бьют тревогу. Оказывается, в России эпидемия шопоголизма. А любители покупок, напротив, говорят, что повода для беспокойства нет. Так что же такое шопоголизм? Болезнь или увлечение? Насколько это явление нормально? Где грань между простым походом по магазинам и маниакальной зависимостью, когда нужно остановиться? И среди ваших родных и друзей есть шопоголики? Вот об этом мы и поговорим сегодня. У нас в гостях психолог, психоаналитик и руководитель Центра Содружеского Психологов Мария Рудакова. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Итак, шопоголизм. Как говорят некоторые, трудно выбрать что-то одно, лучше купить все. Ну, если говорить об истории шопоголизма, на самом деле, если так архетипически рассматривать, ведь была же сказка о Садко, который поспорил, что он скупит весь Нижний Новгород. Но, к сожалению, он этот спор проспорил и не смог выполнить того, что хотел. Правда, Садко был купцом на тот момент. Да. Он занимался, так сказать, куплей-продажей, и ему-то еще, может быть, отчасти простительно, но... Ну, понимаете, вот такой момент, он же не выбирал те товары, которые ему нужны были для покупки, а вот именно скупка всех этих товаров, вот что. Поэтому это отчасти где-то и похоже, в некотором смысле, в метафоре, на людей, которые покупают все иногда даже без разбора. Причем они могут даже это и чувствовать, что они это делают. Ну, как называется шопоголизм, да, и как он вообще... Вот, изучался специалистами онеомания, это так научное название шопоголизма. Первый его описал Крепелин в начале, в конце 19 века. Известный психиатр, и многие его работы и сейчас актуальны, как диагностический, описатель на некоторых симптомах, которые связаны с различными заболеваниями. То есть это все-таки болезнь, да, Мария? Потому что, ну вот, опять же, психологи говорят, что это достаточно серьезно, а сами шопоголики, то есть люди, которые любят покупать, ходить по магазинам, да и не только, но вот возьмите любую девушку, особенно женщину, ну все же любят, это же так прекрасно, походить по магазинам, померить, купить, поднимается настроение. Когда каждую девушку можно назвать шопоголичкой, по идее. С одной стороны, и это вроде бы болезнью как бы не считается, нет такой болезни, но есть такая, так скажем, тенденция. Вот, но если рассматривать это как некий, так скажем, перекос, вот в начале 50-х годов прошлого века Барбара Зеленский, такая женщина, такой, в общем-то, первый, можно сказать, шопоголик в мире, которая покупала все, что зарабатывал ее муж, все кредитные карты, и вот этот вот... Простите, это та самая Барбара Зеленский, которая умудрялась потратить месячную зарплату своего мужа в магазине за 2 минуты 34 секунды, по-моему, это она. Да, это именно она. То есть удивительно, что на самом деле проблема есть, но она в некотором смысле слова умалчивается, и более того, я хотела бы сказать, что люди, которые иногда обращаются за терапией, вот шопоголизм всплывает как некий побочный эффект этой ситуации. Человек может прийти из-за проблем в семье, из-за проблем в взаимоотношении с мужем, из-за страхов, фобий, и вдруг вот на почве, на фоне нашего вот развертывания, исследования того, что происходит с пациентом, с клиентом, выясняются некоторые детали, подробности, которые связаны именно с пристрастием к покупкам, которые несоизмеримы бюджету семьи. Которые несоизмеримы потребностям этой женщины. Ну вот просто современные психологи действительно бьют тревогу и в нашей стране, и за рубежом. Шопоголизм уже объявляют болезнью. Так ли это, Мария? Действительно, можно ли это приравнять к болезненному состоянию? Или к зависимости, как они говорят. Мы же говорим о шопоголизм, допустим, алкоголизм. Где тут, есть ли тут общие точки соприкосновения? Ну вот, если так рассматривать, и вот я думаю, что и наши телевизионные зрители могут присоединиться к некому исследованию себя, может быть, пониманию того, что с ними происходит. Ну, предположим, человеку плохое настроение. И он решил себе его поднять с помощью какой-то покупки. Не с помощью, например, какого-то внутреннего состояния. Самоанализа. Или, предположим, да, сейчас мне плохо, но я знаю, что через какое-то время мое грустное состояние пройдет, мое настроение изменится, если это вот такая вот тенденция. Или, предположим, разобраться в себе, понять, ага, да, я расстроен, потому что я не успел сделать то, что запланировал. Или мои ожидания в связи с встречей любимого человека, они не оправдались. И это вызывает у меня грусть. Даже вот этого достаточно для того, чтобы настроение изменилось. Или, ну, что-то такое состояние никак не можете объяснить, понять его. Нет слова для того, чтобы подобрать это состояние, вот, назвать его. Очень важно научиться это делать, называть свои состояния. Вот что-то со мной происходит. Так, что это? Грусть, печаль, тревога, раздражение, дискомфорт. Я вообще, знаете, собраться, сбегать в магазин, посмотреть на красивые витрины, на... Ну, вот да, понимаете, казалось бы, что это, с одной стороны, лучшее, а с другой стороны, понимаете, этот процесс, он может быть как бы коротковременный, и он может не затрагивать какие-то, ну, жизненные устои человека. А с другой стороны, это может набирать обороты, понимаете? Это, этот процесс может усиливаться. Ну, процесс усиливается, и даже, вот, есть статистика, по которой, допустим, в Германии, там где-то примерно 800 тысяч страдающих этим заболеванием. И если американцы, говорят, тоже долгое время как-то пытались затушевать, скажем так, эту проблему, то в последнее время и они тоже объявили, что это очень серьезная проблема, все-таки шапоголизм. Возможно, это тенденция вот нашего времени, да. С одной стороны, замечательно, что люди стали жить лучше, в каком-то смысле, да, и есть возможность, появилось все в магазинах, можно действительно пойти купить. Но тогда где грань между тем, когда тебе действительно это необходимо и нужно, а где это уже переходит всякие границы? Вот как раз это очень хороший вопрос, потому что на самом деле получается так, что с помощью покупок человек подменяет свое истинное состояние. И в магазине, на самом деле, всего не купишь. Не купишь любовь другого человека. Расположение, человеческие отношения, они не продаются. Это то, что вы можете сделать сами в отношении другого человека. А тенденция таковая. Человек чувствует пустоту внутреннюю, нет наполненности, нет интересов. То есть неспроста человек бежит в магазин и начинает все покупать. Вы понимаете, на самом деле, наше общество потребления, это ведь правильно было замечено, оно устроено таким образом, что цивилизация должна развиваться. Развивается она путем таким, что если в заводы и в фабрики будут вкладываться новые и новые средства путем оборотов товарно-денежной массы и так далее, что мы имеем? Мы имеем тогда рабочие места, люди обеспечены занятием, так скажем. В таком случае корпорации крупные, маркетинговые компании заинтересованы в том, чтобы найти в нас что-то такое, чтобы заставить нас, заинтересовать нас думать, мыслить и обращать внимание и свою психическую энергию на такие вещи, как вещи. На такие вещи, как вещи, ну, так, давтология, но тем не менее. Вот. И, в общем-то, в нас ищут слабые места. Вы знаете, они их настолько грамотно ищут и находят. Потому что там тоже психологи работают. Конечно, рекламу, возьмите телевизионную рекламу. Когда мы приходим в магазин, это музыка постоянно льющаяся откуда-то. Подсветка прекрасная. Даже, значит, изобрели какие-то специальные запахи, обязательно запахи в магазинах, которые тоже. Посмотрите, как нас умело ловят в эти сети только лишь для того, чтобы мы купили. Или я уж не говорю там о скидках, о каких-то таких вот завлечениях и привлечениях. Когда, ну, просто ты понимаешь, что, ну, нельзя не купить. Вот нельзя. Эта вещь тебе нужна. Так ведь? Да. И вы знаете, что удивительно, что нужна вам она или нет, вы это проверите. К сожалению, купив ее и почувствовав, что она на самом деле не нужна, вы могли также пользоваться, ну, предположим, как... Жить без нее совершенно спокойно. Да, там, той же самой теркой спокойненько нарезав себе то, что надо, а не кухонным комбайном. Ну, это... Ну, есть, конечно, удобство, мы не будем, да, утрировать. Конечно, есть и плюсы в достижениях там современных продуктов. Это заключается в том, насколько вот эта вот покупка, что она с вами делает, как меняется ваше психоэмоциональное состояние, не является уже просто покупка неким ключом к включению вашего измененного состояния сознания, улучшения, вот как допинг. Если вы чувствуете, что покупка это допинг, а не просто средство, ну, вам надо купить, посмотрите свое состояние. Если вы после покупки начинаете испытывать радость, ну, вот я знаю людей, которые просто покупают... Что стоит задуматься? Да, просто покупают и испытывают удовлетворение, понимаете? Удовлетворение, да, я купила, я сделал правильный выбор. Но когда это вызывает такие... Эйфорию. Сильные эмоции, да, то здесь уже стоит задуматься, а все ли с вами в порядке, все ли нормально. Потому что, с одной стороны, проблемы кажутся надуманной. Ну, что плохого в том, что если у человека плохое настроение, он пошел в магазин, купил себе какую-то вещицу, и она ему поняла настроение, да, сделать себе приятное. Ну, можно сказать то же самое. Те же психологи, они же советуют людям, которые находятся в депрессивном состоянии, пойдите в магазин, погуляйте, купите себе что-нибудь. Вы знаете, я не знаю, кто такие психологи, которые это рекомендуют. Об этом пишут, говорят. Они напишут, понимаете, в глянцевых журналах вам и не такое напишут. Потому что, на самом деле, все хотят быстрого эффекта исцеления. А дайте совет. Понимаете, советы берут для того, чтобы их обесценивать, а некоторые вещи, на самом деле, нуждаются в терапии. И в терапии душевное. Общение со специалистом не на уровне каких-то даже, я вам хотела бы сказать, там, программ, или вот некоторые мои клиенты уходят и просят, дайте мне задание на дом. Но это же тоже из разряда шапоголизма. Там они хотят получить товары, здесь они хотят получить советы. Одного полиягода. Да, действительно. Да. А советы, опять же говорю, для того, чтобы... Берут их для того, чтобы их обесценить, работать в терапии. Примерить к себе. Да. Ах, это не подходит. Да. А пережить то, что ты испытал раньше, и почему ты страдаешь вот от этого недуга, в частности, шапоголизма, это мало кто хочет. Понимаете? Работа души, это иногда и боль. Вы знаете, может быть, поэтому, как бы долгое время на это не обращали особого внимания, вот на то, что люди приходят в магазин и покупают. Ведь это же хорошо, действительно. Есть деньги, есть на то, на что купить, да, значит, нужно, казалось бы. Прекрасно. Прекрасно, замечательно. Это хорошо, ведь я не пью, не курю, простите, не занимаюсь какой-то ерундой. Я кожу в магазин и обеспечиваю свою семью, я покупаю себе, своим детям, там, я не знаю, своим родным и близким что-то. Но вот последствия, мы же знаем последствия эти, это просто опустошенный бюджет семейный, да? Ну, я вам расскажу случай. Долги по кредитам, люди влезают в эти долги и попадают снова в эту депрессию. Я уж не говорю о разбитых семьях, потому что на этой почве сейчас уже даже семьи рушатся. Может быть, наши телезрители послажут нам еще какие-то истории свои, да? Кстати, было бы интересно послушать их мнение, и какая-то обратная связь могла бы быть. Да, когда там жена, я не знаю, муж или очень часто пожилые уже родители просто растрачивают все свои средства. И вот, допустим, сейчас же мы говорили о современной маркетинговой системе, но сейчас, мне кажется, вот этому шапоголизму содействует и современная система продаж, и реклама. Магазин на диване, да, который телевизионный магазин, интернет-магазин. То есть лежи на диване, ничего не делай и покупай. Тебе эти покупки привозят домой, только лишь отдавай деньги. Ну, по сути, да. По сути, да. По сути, да. Очень легко. Понимаете, у нас алкоголь, как бы, вот, и спиртное не считается наркотиком, на самом деле это наркотик, понимаете? И, естественно, существуют какие-то вещи и тенденции в современном мире, которые не хороши для личности. Ну, всегда есть, опять же, дилемма, вот, социум или личности, потребности социума или личности. Насколько социум может, скажем, влиять на здоровье личности, опять же, понимаете? Конечно. Ну, раньше были одни проблемы, там, в начале 20 века, это неврозы. Сейчас мир меняется, все можно, это порождает другие проблемы. Сначала была нехватка продуктов и товаров, теперь их в каком-то смысле и избыток. И попробую с этим справиться, это тоже проблема. У нас первый звонок в студию, давайте послушаем наши телезрители. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем внимательно. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы как раз сейчас говорили про магазин на диване, вы знаете, это боль моя, потому что мы живем со свекровью, после того, как они развелись с мужем, вот, на старости лет, мы забрали свекровь к себе. Ага. Знаете, начался кошмар. Во-первых, она сидит в своей комнате, она смотрит только каналы, вот, ну, с магазином на диване, и она постоянно что-то заказывает. Ага. Причем, я не скажу, она заказывает какие-то принадлежности для приготовления пищи, причем, ну, естественно, на кухне она не готовит. Угу. Готовлю я, и мне эти приспособления не нужны. И вот эти коробки у нее просто завалено все, она ими не пользуется. А дело в том, что она тратит свою пенсию, да, но я не хочу покрекать ее куском хлеба, что называется она делает, потому что она уже начала просить деньги у нас с мужем из нашего бюджета. Угу. Вот пенсии уже не хватает. Перестала хватать, да. Да, мы попытались все говорить с ней, но она говорит, что это новые технологии, она наслушалась, и что так будет гораздо удобнее. Что все это нужно, да, пригодится в хозяйстве обязательно. Да, но в хозяйстве это не пригождается, и применения этому нет. Скажите, что нам сделать, какой аргумент нам еще привести, потому что уже просто так договориться возможности нет. Спасибо большое. Спасибо. Я тоже знаю таких людей, пенсионеров, у которых просто, знаете, под кроватью, под диван уже склад, просто вот таких товаров, которые они покупают, и некоторые даже лишились потом своих квартир, люди влезают в долги. Вы понимаете, что всякие здесь уговоры, они бесполезны. Я думаю, что ваша свекровь переживает утрату близкого эмоционально значимого ей человека, неважно по какой причине они развелись. Их брак был достаточно долго, и у них сложились определенные связи, отношения. Я подозреваю, что у нее есть депрессивное состояние. Возможно, следует сводить ее к специалисту, который назначит ей какое-то лечение. Возможно, даже медикаментозное в этой ситуации. А вам я рекомендую все-таки... Ну, представьте, что ваша свекровь, предположим, страдала бы не шапоголизмом, а алкоголизмом. Стали бы вы алкоголику давать деньги на выпивку? Я думаю, навряд ли. А шапоголизм все-таки сродни, да, вот этим зависимостям? Дело в том, что там очень интересная разворачивается вот эта вот картина. Я просто и терапевтирую таких людей. Удивительно, что когда они перестают покупать вещи, у них наступает абстинентный синдром. У них в прямом смысле начинаются ломки. У них повышается... Психосоматика начинает реагировать. Я без этого, и поэтому начинает нарастать психоэмоциональное напряжение, повышается артериальное давление и приводит к разного рода расстройствам на уровне тела, по сути дела. И то, что касается вашей свекрови, хотелось бы дополнить. Она сейчас находится в каком-то таком состоянии, как маленький ребенок, и вам, конечно, необходимо ее и контролировать, и, естественно, не давать деньги. Я понимаю, что вы к ней относитесь как к взрослому совершенно, самостоятельному человеку, но сейчас она в очень таком сложном периоде находится. Может быть, знаете, ей не хватает любви, на самом деле. Может быть, вам надо с ней поговорить. Внимание, может быть, значимости. Может быть, ее сыну нужно просто ее обнять. И это будет в какой-то степени... Ну, это может что-то начать менять, так скажем. Может, пока динамика появится. Потому что, смотрите, с одной стороны, понятно, как бы молодые члены семьи на работе, да. И в это время вот пенсионер, пожилой пенсионер, находясь дома в одиночестве, смотрит телевизор и, значит, все это дело заказывает себе. Удивительно, что у этого пенсионера не нашлось никаких других интересов. Ведь, на самом деле, для пенсионеров, вот я знаю, в социальной сфере организовывается много интересных мероприятий. Они могут пообщаться с ровесниками. Ну, возможно, это люди, может быть, малоподвижные, ведущие малоподвижный образ жизни, может быть, с какими-то болезнями уже. Я знаю таких вот бабушек, которые просто... Они живут в своей комнате и никуда не выходят. И вот они потихонечку там всем этим делом и занимаются. То есть, либо они сознательно отделились, да, от других членов семьи, либо их семья как-то, скажем так, дистанцировала от себя. Поэтому, конечно же, общение, прежде всего, как мне кажется, у них свой какой-то мир, в котором они живут, и занимаются вот такими покупками. Я считаю, эту ситуацию не надо пускать на самотёк. Отнеситесь к этой ситуации серьёзно. Вы здесь в роли взрослого, она в роли ребёнка отчасти, я бы так сказала. Хорошо, Мария. А скажите, вот мы заговорили о людях пожилого возраста. Здесь есть какая-то возрастная проблема, да? Вот кто больше склонен к этому, мужчины или женщины? Говорят, что больше женщины. Вот как я в начале программы сказала, но я почитала, что и мужчины сейчас этим делом тоже, скажем так, не брезгуют. То есть возраст и пол. Есть какие-то различия? Вы понимаете, душевная пустота порождает подобного рода заменители, так скажем. Она, конечно, может базироваться на очень глубинных психических процессах. Так как я занимаюсь глубиной психологией, я знаю, что это такое, как это может выглядеть. Это может быть вплоть до очень раннего периода развития. Это может быть сосунок гиперкомпенсированный, так называемый. Ребёнок, которого мама не кормила грудью, когда он хотел. Кстати, в Великой Отечественной войне таких было много. И заметьте, что поколение 80-х это люди аддиктивные, страдающие алкоголизмом. Ну, как эпоха такая, скажем. Сейчас она меняется, но всё равно эта оральность, так называемая, сосунковость, она присутствует. Ведь, по сути дела, что он хочет? Он хочет забрать всё, поглотить всё, как если бы. И это может быть проблема или очень раннего детства, как правило, потому что именно в эту, скажем, сторону пошла реакция на стресс, предположим, или на травму. Как правило, это не просто так бывает. То есть недостаток чего-то, человек боится чего-то недобрать, недополучить, и поэтому... Ну, даже вот я вам расскажу, несколько лет назад у меня проходила женщина терапия, у неё была потеря младенца. Конечно, это горе, которое, ну, утрата, это тяжелейшая травма. И вот она обратилась с одним, а в результате нашей беседы и дальнейшей терапии выяснилось, что она часто опаздывала ко мне на терапию. Говорит, не могу ничего сделать, забыла будильник поставить, стою завороженная, как у витрины, не могу ничего оторвать взгляд, не могу. Как будто гипнотическим взглядом притянула её к ней. Не нужна мне была там вещь, но лежат и копейки стоят, и одна там зелёная, другая красная, ну, не могу выбрать, обе взяла, понимаете? У меня такая знакомая была. Вот видите, вам это тоже знакомо. Да, проблема с выбором цвета, она, вот опять же, то, о чём сегодня мы говорили, чем мучиться и страдать, что выбрать, лучше купить всё. Если особенно есть на это, скажем так, материальные средства, то почему бы нет? Конечно, вот главное, я думаю, что это вопрос к нашим телезрителям, хватает ли, дорогие друзья, хватает ли вам денег до зарплаты, да? Как вы тратите свои средства, сколько вы покупаете, и есть ли у вас какие-то проблемы в этом смысле у вас, у ваших родных или близких, и если да, то задавайте свои вопросы. Потому что, опять же, дело такое обыденное, ну, как вот, не знаю, как девушке молодой не купить какую-то новую вещь, опять же, и что в этом плохого? Другие-то ведь покупают и одеваются. Да, дело в том, что наш социум, опять же, он привносит некие тенденции, которые связаны с тем, что молодая женщина, находящаяся в определённой среде, вращающаяся в определённом круге, должна, должна носить определённого уровня и стандарта вещи с определённой периодичностью, то есть они должны быть новые, они должны быть брендовые какие-то, и тогда она становится популярной женщиной. Вот, отчасти, я думаю, во все времена красотки прихорашивались, и наряд красивый он женщиной облагораживает. Ну, вопрос заключается в том, понимаете, почему он должен повышать самооценку? Ведь она может быть самооценна по себе, своей красотой, и, скажем так, когда двое находятся, так скажем, в интимных отношениях, одежда не существует, существует тело и душа, по сути дела. Конечно. Хорошо. Всё-таки, что же является главными причинами, да, вот шапоголизма, скажем так, какие симптомы? Может быть, у каждого из нас уже эти симптомы имеются, и нужно вовремя остановиться, или, по крайней мере, прислушаться к себе. Самые, вот, скажем так, самые главные симптомы? Самые главные симптомы – это вы не мыслите без новых покупок. Ваше мышление ориентировано на новые покупки. Вы изучаете новые каталоги в большом количестве, вы видите, что вы мысленно их уже купили, дальше вы смотрите, идёте, покупаете вещи. Вот, понимаете, вот есть нужность, нужна вещь, да, и вы рады, что вы её купили. Но при шапоголизме обычно ощущение, что нужно всё, тотально иногда даже. Конечно, ты скупаешь все мыслимые и немыслимые вещи. У нас сейчас небольшая реклама, дорогие друзья, поэтому не переключайтесь, мы встретимся через несколько минут. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Сегодня мы говорим о покупках, о том, сколько их нужно делать для нашего хозяйства и в нашей жизни, чтобы не переборщить. Иначе вы болеете просто шапоголизмом, и тогда как от этого избавиться? Смотрите нас через несколько минут. Продолжение следует...